Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, директор Института изучения истории Донбасса Владимир Носков. Добрый день, Владимир! Добрый день, Артур! Сегодня мы поговорим о трагическом 1941 году, о том, как пытались отстоять Донбасс, дать время для того, чтобы промышленные предприятия, а также семьи и люди смогли эвакуироваться из региона. Хочется сегодня затронуть, с одной стороны, известную для дончан, жителей Донбасса, очень обросшую мифологемами, проблему. С другой стороны, не особо известную в большой России боевой эпизод 1941 года, связанную с первым боем, сформированной уникальной во многом соединения 383-й стрелковой дивизии в западных окрестностях Сталина. Многие географические названия будут знакомы нам и по сводкам новостей, военкурам, по ленте нашего Телеграма, штукавыбниска также добавит определенного антуража и актуальности нашему сегодняшнему разговору. Собственно говоря, перенесемся в 1941 год. Период сложный, драматичный, самый сложный, самый драматичный период в истории нашей Родины. Период, когда задержка немецкого подразделения на сутки, на двое, на трое стоит гораздо больше, чем уничтожение десятков тысяч миллионов немцев в 1944-1945 годах. Собственно говоря, про это мы сегодня будем говорить. Начнем с самого главного. Что так, чем особенно 383-я стрелковая дивизия. 18 августа 1941 года выходит постановление ГКО номер 506-С о призыве в Красную Армию 40 тысяч шахтеров Донбасса и укомплектовании ими четырех дивизий. В чем, собственно говоря, уникальность? Шахтеры имеют все поголовно бронь. Сама по себе мера довольно-таки уже свидетельствует об экстраординарности событий и что все плохо в любимом Отечестве. Согласно постановлению предполагалось сформировать четыре стрелковых дивизии. 383-ю в городе Сталина, 395-ю в Ворошево-Граде, 393-ю в Славянске, 411-я в Харькове должна была быть сформирована. Примечательный момент, что с самого начала формирования данной стрелковой дивизии на них назначаются звездные командиры. Три из четырех командиров Героя Советского Союза. Ого. Слушатели, да, курсов Академии Генерального Штаба. Все ветеранисты и ветераны, в частности, будем говорить, да, про полковника Провалова, полковников Петраковского-Зиновьева и чуть позже полковника Песочина, да, он не герой Советского Союза, он 411-ю стрелковую дивизию возглавит. Провалов возглавивший, да, 383-ю стрелковую дивизию, получил своего Героя Советского Союза Захасан, там он получил ранения, возглавлял атаку, да, временно исполнял обязанности командира полка, предлагали ему возглавить дивизию, но человек настоял на то, чтобы его отправили в Академию Генерального Штаба учиться. Встретил 41-й год подо Львовом, рядом с Яворовским полигоном, уже увидел, что такое немецкая танковая группа, что такое немецкая панцервафа, и это вот очень прочно засядет в человеке, вот, через всю войну. Ну, и по 41-м году мы это будем видеть. Петраковский, да, получил своего Героя за Финскую войну, Зиновьев также за Финскую войну, Зиновьев, кстати, большой умница. Пограничник попал в окружение, вывел субстадион, позже даже написал, в 40-м году даже издал по этому поводу книгу, да, «Бой в окружении». Всем советую, довольно-таки актуально, не теряющая такая актуальность издание, короткое, простое для прочтения, для понимания. Следует сразу сказать, да, что из четырех дивизий, сформированных в 41-м году, две погибнут под Харьковом в 42-м году, поскольку они попадут в Юго-Западный фронт, и изюмбарвенковская операция, и последующая трагедия изюмбарвенковского нашего выступа станет фатальными, да, для них. Что же касаемо 383-й и 395-й стрелковой дивизии, они как начали воевать по соседству в 41-м году, так, собственно говоря, в 45-м году они по соседству и закончат. Ну, правда, там пометает судьба после Кавказа, 383-я будет участвовать в восхождении Крыма, а 395-я уедет в Белоруссию. Ну, Вислоудерская операция снова соединит два родственных соединения, и обе дивизии получат почетное звание в 45-м году Бранденбургских. Но вернемся в 41-й год. Помимо уже такого особенного характера формирования и звездных командиров, уже назначаемых дивизии, по крайней мере, 383-й и 395-й, оснащаются по первому числу яркий маркер винтовки СВТ. Обе получают по примерно 500-200 винтовок СВТ, вся боевая численность, все активные штыки поголовно вооружены СВТ. Ну, то есть, мы говорим, если о личном составе, то это, во-первых, люди достаточно технически грамотные, во-вторых, готовые к смерти, потому что шахтеры, это как раз те люди, у которых смерть ходит, в общем, за спиной. Плюс, еще мы сделаем поправку, что это шахтеры 30-х годов, где, там, современность, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы представление о технике и стандарты техники безопасности, ну, несколько были сильно попроще, и, ну, главное, это техническая грамотность, да, большая техническая грамотность. Потому что за ней нужно ухаживать. Да, а тут уже люди массово, значит, такой отбойный молоток, все-таки уже не десятые, там, двадцатые годы прошла массово такой технический переход. То есть, люди знакомы со сложными механизмами, да, и причем зачастую люди, там, уже поколениями, да, знакомы со сложными механизмами. То есть, с одной стороны, да, мы имеем люди, вообще не имеющие причастности массово, да, к военной службе, но, с другой стороны, учитывая, там, особенности советской, там, мобилизационных всех практик 30-х годов, мало вообще кто имел опыт службы. Но, тем не менее, техническая грамотность, во-вторых, требует отметить, это еще и коллектив, да, зачастую попадали в подразделения, формировались уже из устоявшихся коллективов, плюс, немножко забегая наперед, в плане, там, уже идеологической накачки, людей говорили, что людям, что они будут защищать родной город, не допустить, это как бы так же работало. Да, это тоже очень здорово работает. Плюс, опять же, да, что такое устоявшийся коллектив, это уже существующая система формальных-неформальных авторитетов, плюс, опять же, все свои, да, например, семейность, клановость. В этом плане игра будет сыграть, с одной стороны, и в плюсы, а с другой стороны, и в минусы. Но об этом чуть позже. Собственно говоря, да, что представляла из себя дивизия, это Юльский штат, три стрелковых полка, 691-й, 694-й, 696-й и 966-й артиллерийский полк, уже урезанного, да, Юльского штата. Личный состав, рядовой состав шахтерами, все понятно. Командный состав, практически поголовно это или находящийся на излечении, или в распоряжении Харьковского военного округа офицерский состав. И очень много Грозненское пехотное училище. 694-й полк, да, возглавил, да, пришедший оттуда капитан Кипиани. Погибший, погибнет, погибнет на Кавказе в 42-м году. Личный состав, да, дивизии, 11600, на 8 октября, перед самым вступлением в бой, 11637 человек, даже чуть-чуть больше положенного. 855 человек начальствующего состава, 1590 младшего состава. По вооружению, помимо уже обозначенных, да, 5189 СВТ, чуть-чуть больше, чем положено, ручных пулеметов, 168 вместо 162. И прямо так вот, сильно больше станковых, 123 вместо 108. Здесь приезжают в дивизию, в артполк, свежие артпушки, свежие УСВшки, свежие М-30, просто прямо с завода. Это вызывало такую особую гордость в воспоминаниях и самого Провалова, и его комиссара КРПК. Прямо это отдельным пунктом идет, какое счастье доставать, получать, вышедшие только из-под масла пушки. Беда, конечно, возникла с противотанковой артиллерии. Но это беда вообще. Красная армия 41-го года свой противотанковый дивизион начнет, дивизия полноценно получать, только начиная с января 42-го года. И учитывая юг, учитывая танкоопасность и в целом уже пережитой опыт многих командиров, это вызывало вот такое брожение, волнение. Поэтому начали сразу предпринимать, уже при формировании дивизии с сентября месяца, определенный эрзац меры. Провалов создает уже внутри каждого полка особое противотанковое подразделение, учит людей метать бутылки СКС, связки, гранат. Танков нет для того, чтобы обучаться, поэтому людей вложат под богонетки шахтерские, которых спускаются и бросают. Приходится выкручиваться тем, что есть. Ну, а идея та же самая, точно так же страшная. Ну, в принципе, да, оно тарахтит, оно большое, тяжелое, ржавое, еще едет на тебя, да. Но, тем не менее, вот танкобоязнь, да, 41-го года, вот она красная линия прослеживается и в дальнейшем, в дальнейшем, позитивно, да, сыграет. То есть, вот такая подготовка. Да, ну, а в принципе, во многих советских дивизиях и такого не было. Да, да. Тем не менее, да, на все про все, на подготовку местоположенных, там, двух-трех месяцев вышлась, собственно говоря, полноценный сентябрь, да. Собственно говоря, Провалов прилетает в дивизию в Сталина, да, 20-го он получает назначение в Харькове. 20-го августа. Да, 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 и 21-22-го, в ночь 21-22-го он уже в Сталина, да, и начинает формировать дивизию. И, что так говорят, личный состав на 90% уже собрали, благодаря военным комиссариатам города, уже к концу августа. Процентов на 90%. Ну, дальше начинается систематичная подготовка. К сожалению, на все про все уж удалось подвести полноценный месяц, да, поскольку ситуация на фронте начала стремительно меняться. И провести полноценное слаживание, да, несмотря на наличие вооружения, которое также довольно-таки быстро прибыло, уже к первым числам сентября, в основном массиве вооружения уже прибыл. Не получилось, да. Дивизия во многом вступала в бой с колес. В панфиловской истории, когда там побылось попасть на спокойный участок фронта, обкататься, и потом уже попасть в горнилах, несколько не получилось. Вышло несколько драматичнее. Да, кстати, следует отметить, что благодаря и специфике регионов, где много техники, много автомобильной техники, стрелковая дивизия вышла аномально накачанной, по крайней мере, для июльской дивизии, автотранспортом. Мобилизованным из народного хозяйства. Да, безусловно, в первую очередь, это полуторки, но так или иначе, весь артполк был полностью моторизированным. В дальнейшем это будет играть очень большую роль, и фактически, чуть позже, когда фронт зависнет на Миусе, артиллерия 383-й дивизии будет основой 18-й армии, артиллерийским кулаком. И опять же, немножко забегая вперед, это очень сильно поможет в сохранении артполка. Своей первой пушки, 383-я стрелковая дивизия артполка потеряет только в 1942 году на Кавказе. И то, в результате происшествия, машина упала со склона, врезалась в соседнюю, и две дивизионки упали. А так, в 1941-1942 год, ни одной потери артполка, ни одной потери в матчасти артполке. Обалдеть. Да. То есть, нехарактерное для 1941 года их явление. Но, да, кстати, следует отметить, говоря про автотранспорт, добавить такую ложку дегтя, это машина в основном второй, третьей категории. Первая категория уже уехала на фронт раньше, да. Поэтому часто чинили, но опять же, люди много технически грамотных. Зачастую водители этих же машин из народного хозяйства перешли уже на службу в Красную Армию, поэтому со своими железными конями уже были знакомы, и их проблемы также были известны. Тем не менее, несмотря на такую благостную картину, с одной стороны, ситуация на фронте действительно катастрофически меняется. Сентябрь, да, Киев, потом Бердянск в конце сентября, фактически весь юго-западный сектор советско-германского фронта с нашей стороны превращается в решето. При всех вопросах к воспоминаниям Покрышкина, глава самолета на дороге, она прекрасно иллюстрирует этот мрак, хаос, безысходность тех, кто не происходившего в полосе Южного фронта. Вместе с тем, к счастью, в воде судьбы в полосе Южного фронта оказалась Козы, Джокер в лице двух стрелковых дивизий 383-й, 395-й и 38-й кавалерийской дивизии. Немного к висштоками. Почему две, а ты сказал четыре? Две, 393-й и 411-й, они были на севере Сталинской области, в 411-й общих Харькове, они перешли, они стали козырем уже для Юго-Западного фронта и, собственно говоря, очень неплохо действовали там. Во многом на стрии атаки, на фронт, на Харьков, во многом находились они. Ну, поскольку они оказались свежими, относительно комплектными и, естественно, их очень долгое время на протяжении всей зимы 1941-1942 года их активно использовать. Но это позже, и это уже не совсем наша история. Первая танковая группа, еще танковая группа после уже завершения операции по окружению войск Юго-Западного фронта, резко перебрасывается на юг, окружает 9-ю и 18-ю армии. Справедливость ради окружения неплотная, 9-я и 18-я армии в части окруженной постепенно выходят, но, тем не менее, как системное явление, основной костяк Южного фронта прекращает свое существование. Дорога вдоль Азовского моря через Мариуполь остается открыта. Знаменитая история с маршем разведбата Липштандарта, прорытых в Мариуполь, съедание в нескольких наших частей, включая кавалерийского полка, прямо с колес. Но справедливости ради, нужно отметить, что в наступающем построении немцев есть большая проблема. Между 1-й армией и 6-й армией есть большой зазор, и в этом зазоре уныло движется итальянский экспедиционный корпус. Ксир, который из-под Днепропетровска, встречая наших, очень долго возясь с нашими окруженцами, испытывая все проблемы построения итальянских вооруженных сил, где полумоторизированные дивизии перемещаются, передавая свой автотранспорт друг другу, большое количество кавалерийских дивизий, в том числе, опасаясь, идут в пустоту фронта, опасаясь контрударов. И вот во всей этой атмосфере командованию 383, 395 и 308 кавалерийской дивизии, находящейся в подчинении 10-й армии, отдаётся команда на выдвижение. 2 октября они выдвигаются на линию Гришина-Солнцевка-Трудовой, в нескольких десятках километров западнее Сталина. При этом нужно отметить, что 383-я стрелковая дивизия прикрывает севера. Мы с вами говорим географически, это запад-юго-запад Сталина, от Сталина. Прикрывает северо-западное направление, между ними 38-я кавалерийская дивизия, которая будет прикрывать направление на Еленовку, печально известную по текущим событиям. И ещё южнее 395-я стрелковая дивизия, которая впоследствии очень сильно достанется, по которой проедет и Викинг, а чуть позже 23-я танковая дивизия. Но столкновение советской стрелковой дивизии с немецкой танковой дивизией в 41-м году, как всегда, заканчивалось плачевно. Как правило, это один и тот же сценарий, соединение распыляется на атомы. 383-й повезло. Механизированное соединение немцев проезжают сильно южнее. Вместе с тем, спешку, чахарду 41-го года отлично отражает тот факт, что свое боевое знамя дивизия получает на марш. Надо срочно провести торжественное построение. Под рукой у командира дивизии только артиллерийский полк, поэтому с боевым знаменем ознакомились только артиллеристы. Стрелки уже ушли и начали копать. Нужно отметить фактор погоды. Что такое октябрь и вообще осень в Донбассе. Ну, собственно говоря, мы можем сами, благодаря текущему конфликту, многие могут сами увидеть. Это бесконечная грязь, дожди, температура плюс 5, плюс 10 днем и около минус 1, минус 2 ночью. В октябре еще не так холодно. В 41-м году было попрохладнее. Это все-таки 41-й год был попрохладнее и туман. Плотный донецкий туман, который очень сильно снижает видимость. И во многом атмосфера приближающегося чего-то страшного. Вспоминается фильм «Глада» по известной книге Кинга. Во многом отражает атмосферу. Плюс нужно понимать, что дивизии предстояло защищать рубеж 62 километра. И мы еще помним, что никаких лесополос. На тот момент, да, кстати, нужно отметить, что привычные по кадрам современных военных хроники лесополос и Донбасс, это явление уже гораздо более поздней эпохи. Это 60-е, 70-е годы, когда начало в 50-х, но массово так в 60-е начало появляться. В период местночтимого нашего представителя обкома. Кстати, это творение Трофима Денисовича Лысенко. С одной стороны, да, но у нас конкретно массовое насторождение связано с именем нашего местночтимого представителя обкома Дегтярева, нашего всего-всего-всего и вся. Во многом, с именем которого Донецкая область приобрела вот тот вид, который нам сейчас знаком и понятен, потому что все-таки в 40-х годах география, ландшафт, такие градостроительные пейзажи в Донбассе выглядели несколько сильно скромнее. Да, это поселки, поселки, бесконечные рабочие поселки. Регион очень быстро развивается, да, колоссальный скачок продолжается численности населения. Бесконечные проблемы с водой, которые характерны и сейчас, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, только-только современные города в современном плане начинают только появляться. В основном, Донбасс представляет из себя такую череду рабочих поселков. Одноэтажная, одноэтажная, одноэтажная застройка. Глинобитная, да? Разная, и кирпич, и глина, такой вот себе, если для современного такого урбаниста, это, наверное, это ад. Ну, собственно говоря... Но вот про лесополос никаких не было, была чистая голимая степь? С одной стороны, да, с другой стороны, эта степь уже активно была распахана. Уже... В годни-двадцать, да? Да, уже в двадцатых, еще до двадцатых, в двадцатых годах, еще активно поосваивались, собственно говоря. Во многом это будет связано с таким скачком моторизации. Донбасс, наверное, был одним из флагманов моторизации в сельском хозяйстве. Вспоминаем Пашу Ангелину. Стаханова от сельского хозяйства, еще и женским лицом, героев соцтруда, да, тридцатых годов. Во многом уже, да, земли находились в активном сельскохозяйственном использовании, что также несколько усложняет их возможность для перемещения и развертывания, для тяжелой техники. Тем не менее, тем не менее, все же вернемся к... Да, все-таки октябрь, все-таки лавина движется, лавина в лице 49-го горного корпуса и итальянского экспедиционного корпуса, который уныло растянут колбасой, да, от западных, западо-сталинской области до Днепропетровска. Среди них дивизия Дельвейс? Ну, и Дельвейс, там первая и четвертая, да. В кавычках. Да, ну, тем не менее, да, там... Первая и четвертая, ягерские... Егерские, да, гиберсиягеры, да, но, тем не менее, да, по батальону ж они имели горных специалистов, да, но, тем не менее, они успели поучаствовать, проявить себя. Что представляет из себя оборона, да? 62 километра вместо нормативных 10-11. Череду слабо связанных между собой ротных батальонных опорных пунктов, которые занимают в первой линии два полка, 691 и 694. Зачастую эти опорные пункты не связаны друг с другом огневой связью. Иначе поступить невозможно. Все-таки одним из таких характерных, да, явления Донбасса, это развитая дорожная сеть. Очень развитая дорожная сеть. И надо прикрыть все направления. Первая линия, 691 и 694, а 696 в резерве. По батарее дивизионных пушек получают передовые полки. Вся остальная артиллерия также находится в резерве. Слева, как я уже говорил, 383-я кавалерийская дивизия. Унылые, да, 3000 человек с 10 бронеавтомобилями, 8 полковушками. Слава богу, что нет, сразу они пошли на них. Да, кав дивизии, это не стрелковая дивизия. У нее сразу, так сказать, там это штат до 4000 человек. И это, конечно, но с точки зрения тяжелого... Это эрзац. Это скорее бригада стрелковая. Да. 395-я, да, еще южнее. И с 10 октября она начинает активно впадать под подразделение 1-й танковой группы. И там... Без шансов. Без шансов. Чуть позже дивизия... Справедливости ради, да, нужно отметить, что с 395-й дивизией стрелковой были определенные проблемы с дисциплиной и с формированием. Почему-то Петраковскому не удалось привести соединение в чувства. Там еще в период формирования большущий скандал. Сгорело множество палаток. В знак протеста против произвола командиров рядовой состав сжег несколько палаток с армейским имуществом. Плюс в 355-й стрелковой дивизии там целый ряд таких внутриаппаратных моментов. Руководство Ворошилоградского обкома писало в СНК, в ГКО с требованием присвоить дивизии почетное звание Ворошилоградское. Им, естественно, отказали. Все-таки 41-й год еще... Во все эти игры в почетные, перепочетные еще не играли. Писали Ворошилову, поскольку земляку и очень авторитетному человеку, но ничего не получилось. Это отдельная история. Плюс не удалось Петраковскому взять. Он не смог получить тот авторитет. Как Алексей Валерьевич показывает фотографии, прикрепим фотографии Петраковского и Провалова. Но по Провалову видно. Суровый мужик Петраковский, более интеллигентный, по мягке человек, с контингентом не справится. Чуть позже его с формулировкой не справился с командой дивизии. И снимут на новую дивизию. Ну, это уже чуть позже, в 42-м году, в июле, по-моему, его снимут. Петраковский. А Провалов же до своего ранения в 43-м году будет в своей стрелковой дивизии. Плюс будет экспериментатор большой оказался. Но об этом позже. Впереди пустота, что-то надвигается, надо что-то делать. Надо вести разведку. Провалову очень сильно повезло с командиром разведки дивизии. Им стал в тот момент капитан Дмитрий Иванович Филин. Сталинский сотрудник НКВД из города Сталина. Абсолютно без опыта военной службы. Но человек оказался на своем месте. В дальнейшем он тоже будет исполнять обязанности надштаба дивизии. Почитать его оперсводки. И вообще документы, которые подписаны. Видно, человек системный, знает, что такое документ. Знает, как вести документы четко, лаконично, грамотно. Прекрасно. Плюс человек знает местность. Разведка рота дивизии полностью моторизирована. И разведка рота дивизии начинает систематично в этой пустоте. Перед фронтом вести активные какие-то действия. Одним из проявлений таких активных действий станет то, что итальянцы начинают систематично... Точнее итальянцы из третьей подвижной дивизии, которая из подпада, принцепо амедео дука да оста. Да, если вот красиво, с перьями названиями, начинают систематично попадать в засады. Для итальянцев, которых непонятно почему, да, кавалерийская дивизия не ведет нормально разведку. Абсолютная загадка и непонимание у меня до сих пор, почему они не смогли нормально при своем выдвижении. Зная, что вот впереди что-то есть, им что-то опасается, нормально не поставить разведку, ну вот не сделали, не сдюжили. И в это не сдюжили, кавалерийские разъезды начинают системно попадать в засаду, хлопаться, хлопаться, хлопаться. Первые пленные итальянцы уже 12-13 октября начинают попадать в плен. Первая информация, да, у противники начинает, начинает поступать. Справедливости ради, это ситуация с засадами у итальянского командования, у Джезапомеси начинает вызывать, например, панику. Он начинает торпедировать запросами в группу армий Юг, 49-й корпус, помогите, что-то страшное впереди нас. Впереди нас вот что-то непонятное, мы растянуты, тылы далеко, что-то вот страшное. При этом опять сюда нужно отметить, что все-таки корпус, итальянский спортивный корпус, но это не мальчики для витья. Это довоенные дивизии, во многом это элитные дивизии, полки, в частности, одним из действующих лиц будет знаменитый полк Савоя, которые в шашки в конном строю, да, атаковали холодным оружием, будет под Кущевской знаменитый, да, нас, и имели определенные успехи, да. Совсем не мальчики для витья. Но, тем не менее, у итальянцев паника определенная. Эта паника слегка распространяется в группу армий Юг, и 49-й корпус, немецкий горнокорпус, вынужден сменить направление атаки. Изначально планировалось, что он будет заходить в Сталина, прикрывать, да, подпирать, к лишню прорывающуюся первой танковой армии севера, и заходить в Сталина по дороге, по современной, да, вот, Мариупольской трассе, через Еленовку, хорошая дорога. С юга на север. С юга, да, с юга на север. Но вместо этого вынужден повернуть на километров 50 раньше, и по гораздо более плохим дорогам идти на Елизаветовку, Екатериновку. Это примерно 20 километров с северо-западней современного Угледара. На реку Сухие Ялы, где как раз и расположены основные, наиболее укрепленные позиции 383-й стрелковой дивизии. А там же как раз меняется рельеф, там же равнины как раз переходят. Как раз в кряж. Как раз переходит в кряж, и как раз для обороны это, в общем, самое хорошее место. С одной стороны, да, с другой стороны, там уже кряж. Кряж идет слегка дугой, он слегка заходит на запад, поэтому немцы уже вошли в кряж. В данном случае оборона опиралась на Сухие Ялы. Провалов касался танков, что по нему ударят танки. Справедливости ради засекли танки, но это были не совсем немецкие танки, это была словацкая подвижная бригада, дивизия, переформировались. Но справедливости ради к этому моменту, танки у словаков закончились, последние, находящиеся на ходу, они оставили в Мариуполе, моторизированными своими пехотными соединениями. Они в районе Новоселовки что-то пытались установить контроль на территории. С ними сталкивались. Мы прям видим, так сказать, европейский интернационал в действии. Да, с одной стороны, с другой стороны, маневренную войну. Во многом возникает такой дежавюз с нашим 2014 годом, когда маленькие мобильные группы заходят в тыл друг к другу, выходят из тыла друг к другу, создают панику своим присутствием. Разведрота массово уничтожает колхозное имущество, чтобы не досталось. Противнику урожаи сжигаются. Нужно понимать, что во многом запад сталинской области это сельскохозяйственные регионы. Колхозы передовики. Но все это создает определенную нервозность у немцев. Казалось бы, уже все. Разгромлено. Можно сказать, у противника, потому что он опять же не немец. Да, ну мы говорим про командование, это во многом немецкое. И вот эта атмосфера нервозности требует срочных мер. Срочные меры. 49-й горный корпус срочно разворачивается с походных колонн с Приазовской дороги на прямое направление на Сталина. Перестраивается в боевые колонны. В ночь на 13-14 тебе обменивается, происходит обмен пленными с 383-й стрелковой дивизией. Попадает нам в плен ефрейтор-минометчик из, по-моему, 4-й горной дивизии. Взамен немцы берут нашего пленного, в плен нашего повара, который, собственно говоря, с кухней ехал на передовую позицию. Ну, собственно говоря, стороны узнают о том, о друг друге. 14 октября, уже в полдень, начинаются боевые действия. Да, кстати, следует отметить, тем, кто вдруг захочет поинтересоваться и открыть мемуары Провалова. Там сплошная путаница в датах Провалов. Не знаю, по понятным причинам. Может быть, у него не было доступа к документам? Были, были, были. Уже уважаемый человек, генерал-полковник. Ну, бывший командующий Южной группировкой сельских войск, инспектор-периинспектор и, если не ошибаюсь, еще двоюродный брат Белобородова. Да, да. Серьезный человек, понятное дело, мог отправить адъютанта в ЦАМОМ, но ссылки есть на ЖБД. Справедливый сирот, в ЖБД есть путаница. Но там эффект испорченного телефона и путаница усилилась. Чуть позже эта путаница переросла в историографию советскую, которая во многом позитивистки относилась и к воспоминаниям, и к журналам боевых действий. 14 октября, полдень, передовые части 4-й горной дивизии входят в соприкосновение с державшим левый план к обороне дивизии 691-м полком. Немцы проводят разведку боем, обнаруживают, что противник окопан, встречают передовые немецкие позиции артиллерийским огнем, причем по пристреленным позициям. Немцы несут свои потери первыми убитыми ранеными, отходят. На сутки ситуация на фронте замирает. 15 октября. А что же итальянцы? А итальянцы еще идут. Итальянцы еще идут. Справедливости ради, да, нужно отметить, что первое соприкосновение с немцами вызывает, усиливает панику у провала в определенную. Все-таки вот при всей грамотности построения обороны есть одна большая проблема. Правый сосед, 1096-я стрелковая дивизия 12-й армии, выходящая из окружения, находится в ее первой позиции, в 20-30 километрах от нее. Это, получается, западнее? Да, это севернее, да. Да, севернее. То есть, если мы говорим серьез, с район уже Курахово и дальше, и Авдеевка. Как раз в эту дыру могут легко войти итальянцы, учитывая, что они в основном впереди тут кавалерийские подразделения. Ситуация может быть очень-очень болезненной, очень-очень страшной. Фактически западные, да, западные, да, дорога с запада на Сталина открыта. В дальнейшем, если придется, ради итальянцев туда и пойдут, но чуть позже. Но итальянцы, почему-то столкнувшись с засадами разведроты дивизии, сконцентрируются, пытаются сосредоточиться и не предпринимают активные действия. 15 октября, да, все-таки октября, 91-й егерский полк немецкий предпринимает первую решительную попытку выбить 691-й, позиции 691-го стрелкового полка из поселка Елизаветовка. Елизаветовка находится на высотах на южном берегу Сухие Ялы реки. Небольшая речушка, но любая речушка – это все равно препятствие. Невыгодный плацдарм. Матерые, да, все-таки во многом, если вы говорите про егерей, это во многом элитная пехота, да, не просто так, плюс у людей опыт, по крайней мере, взаимодействия с Красной Армией 41-го года, Львов, да, тяжело. Львов-Умань. Да, Львов-Умань. Они прошли, говорят, с именником, хорошие прожарки. Причем они прошли на своих ногах. На своих ногах, да, и не были легкие, там, бои с сокрушением, не приходилось проламывать. Тем не менее, опыт у людей есть. Боевые штурмовые группы нащупывают границы огневого контроля ВОПов, ВОПов, ротных батальонных опорных пунктов, и начинают их окружать. Заходить с тыла, попадаются много в этот период пленных тыловиков, но, беда, закрепиться они не могут. Грамотный огонь артиллерии. Провалов, используя преимущество моторизации артиллерии. Всю артиллерию стягивают в кальтические точки. Штурмовые группы не захопадают за артиллерийский огонь. Им это не очень нравится. Они вынуждены оттягиваться назад, ждать подкрепление. Немецкая артиллерия еще не пришла. Еще немецкая артиллерия. Наверное, у них только минометы. Да, у них только минометы. И столкнувшись, все-таки, 8-122, это все-таки в нужном месте, в нужное время делают чудеса. Плюс дивизионки тоже могут делать чудеса. Плюс, опять же, личный состав сидит на своих хорошо. Все-таки, хоть и за 5, с 8 октября начали. За 4-5 дней, но все-таки в оборудованных позициях. Наладили связь. Причем так, с избытком. Всю, весь наличие стручей кабель растянули. Справедливость ради, потом это плохо сыграет. Со связью, когда будут отступать, потому что кабель останется на утерянных позициях. Но, тем не менее, связь есть. Взаимодействие с артиллерией есть. Опытные командиры знают, что такое взаимодействие. Не боятся просачивающихся немецких автоматчиков. Вспоминаем историю про 1941 год. В тылу, ближний тыл, позиции держатся. Немцы опять отходят. Наступает следующий день обороны. Тут начинают подключаться итальянцы. 16 октября. Полдень пользуясь. Стоит туман. Командир кавалерийского полка Савойя. Весь Пацетти. Видит, что получают уже развитую информацию от немцев. Немцы с щедрой справедливостью делятся. Понятно, что перед немецкой и итальянской группировкой стоит всего-навсего одна дивизия. Понятно, собственно, преимущество. Ну и как лихой кавалерист до военной подготовки. Весь красивый, с шляпой в перьях. А весь Пацетти хочет перехватить успех. Хочет первым войти в Сталина. Это красиво. Город. Хоть не все знают. Сделаем небольшое отступление, что Сталина названа не в честь товарища Сталина, а в честь стальной воли вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Но все равно все считают, что это в честь Сталина. В честь Сталина, безусловно. Даже я так считал. Между тем, престижно. Престижно. Большой полумиллионный город. Покрыть себя лаврами покорителя большого индустриального города хочется. Весь Пацетти инициирует атаку в кавалерийском строю на позиции... Закопанную пехоту. На закопанную пехоту. Молодец. Справедливости ради они не в шашками наголо, но в конном строю идут, идут, идут и попадают под фланкирующий пулеметный огонь двух батальонных опорных пунктов 694-го стрелкового полка. Теряют 18-20 человек убитыми, 40 человек ранеными. Отступают. В дальнейшем итальянские войска активное действие предпринимать не будут. Справедливости ради, ну как, ну уже, если будут, только в составе, уже под чутким руководством своих немецких товарищей, поскольку в 3-й дивизии впада было танковое подразделение, конечно, не блок Виштон, Кара Вилочи, танкетки, но когда против тебя противнику, у которого нет вообще ничего противотанкового, все-таки УСВ и полковушки, такое себе противотанковое средство. Ну использовались. Не, использовали их и 2, 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 и 2 танкетки подбили, из полковушки. Из УСВ это тяжело. Двойное наведение, да, это часы с кукушкой, да, подбить, Карловин все-таки довольно-таки шустрый, справедливости ради, шустрая машинка. Успех такой себе, никакой, итальянцы вынуждены отступить, справедливости ради. В дальнейшем итальянская атака в советской историографии, в трудах советских, историка о воспоминаниях несколько деформировалась. 400 итальянцев погибло. Да, что-то такое, я помню, рассказы такие, что там усеяли трупами с поля. Ну, сколько там итальянский кавалерийский полк, человек 800, ну, как бы, потерять половину элитного полка. Ну, как бы, в Италии бы справедливости ради, наверное, стоял бы в этот момент траур. Так, как бы, все кровь с молоком, все красивые, аристократы. Ну, как бы, все сильно скромнее, потому что, по-моему, всего за месяц октября, за октябрь, там, с 30 октября по, с 30 сентября по 30 октября, по-моему, там, порядка 180 человек убитыми и, там, порядка 400 ранеными, да, потеряют весь КСИР на корпус итальянский экспедиционный за этот период. Но, тем не менее, разовые, существенные потери. Ну, да, в любом случае. Почти эскадрон, да, почти эскадрон выбили, и, ну, это довоенное еще. Люди довоенного формирования, и, главное, нанесен мощнейший удар по морали. История итальянского экспедиционного корпуса, этот период, история паники, вот они идут непонятно куда. Они идут в пустоту, все страшно, непонятно. С одной стороны, они, вроде бы, и громят окруженцев, но, с другой стороны, страшно. Все равно, пустота, неизвестность. Не могу понять, почему итальянцы, вот, реально, не наладили нормальную разведку, какие-то передовые позиции, ну, вот, не задалось. У немцев все идет сильно бодрее, вот этот период. Одновременно немцы подтягивают дополнительные силы. 16 октября приезжает артиллерия, святачат силы двух дивизий. Значит, немцы начинают плотно заниматься Елизаветовкой. Переменные успехи, к 16 октября, в ночь с 15 на 16 октября, немцы берут все-таки Елизаветовку. Елизаветовка, это та, которая у Лидарова. Там Екатериновка, Елизаветова, Тухие Ялы, по карте, на карте мы покажем, да, покажем, да. Просто там много Елизаветова, Константинова, и просто, чтобы понимать, что это вот сейчас, это район Углидара. Это район Углидара, да. Тогда этого города не существовало. Углидар появился чуть позже, в 60-х годах, по-моему, в связи с открытием шахты Южно-Донбасская. Такого передовика, да, уже послевоенного советского углепрома. Ну, тем не менее, Провалов понимает, что нужно постоянно контратаковать. Все-таки один из таких всепронизывающих открытий, да, для Красной Армии, да, что нужно постоянно, в 41-м году, это, не знаю, средства хоть как-то, да, сдержать немцев, это постоянная контратакия. Время ввода в резервах в бой. 696-й полк, двумя батальонами, оставшимися с лунами, идет в контратаку Елизавета Вкула. Всю 16 октября и ночь 17 октября идут бои с перерывом, с переменным успехом. Немцы запрашивают итальянцев в бронетехнику, итальянцы ее предоставляют. Ночное применение итальянской бронетехники сложно говорить об этом эффективности и в документах особо не отметили. Наши отмечают, что присутствовала вражеская бронетехника, но как-то особого испуга, особого эффективности замечено не было. К 21.00 становится понятным, с 16 октября становится понятным, что удержать Елизаветовку не получится. Это кризис. Фактически вся тонкая красная линия обороны 383-й стрелковой дивизии оказывается проткнутой в самом уязвимом месте. Вместе с тем там скованы резервы и постоянные контратаки не дают немцам закрепиться, не дают немцам развивать дальнейший успех. Вместе с тем активность бесконечных контратак стоит проедание боеприпасов в дальнейшем. Может быть, наверное, и в проваловой стойло начать постепенный отход, но это куда? С одной стороны да, с другой стороны, учитывая бардак и хаос, он мог и проявить инициативу, с другой стороны позиций дальше за ним, за спиной укрепленных нет. Поэтому сложный выбор, плюс связи с соседом справа нет, провалов пишут в соседнюю дивизию, где ваш правый сын, законфлированное сообщение, где смычка, где ваш правый фланг. Уже известно, доходит известие о полном разгроме 395-го сырковой дивизии. Уже немцы начинают прощупывать южнее позиции 38-й кавалерийской дивизии. 38-я кавалерийская дивизия продержится один-два дня. У нее шансов с таким количеством личного состава. Против кого? Против кого? Против кого? Это даже немецкая пехотная дивизия, это «Икеря». На 16 октября немцы несут существенные потери, порядка 300 человек убитыми. Ого! Немцы попадают в огневые мешки. В справедливости аргейство было шаблонно. Штурмовые группы заходят, попадают под артиллерийский огонь, постоянно в контратаке. Вынуждены, оказавшись без боеприпасов, постоянно отходить. И тут постоянная череда атак, захлебывающихся в потенциале небольших, немцы несут тяжелые потери. За 15-16 число, за бои Елизаветки, стоит очень-очень дорого. Без корпуса стоит. Я просто могу сказать, что там та же Брестская крепость, в которой было огромное количество наших воинов, там, соответственно, потери были примерно такого же, даже меньшего масштаба. Грамотная огонь артиллерии. Грамотная огонь артиллерии, ее маневр во многом решает. За бои 16 октября дивизия получает благодарность от командования Южного фронта. Процитируем. Молодая, недавно сформированная из горняков Донбасса 383-я стрелковая дивизия в бою 16 октября при отражении наступления противника проявила образцы стойкости и мужества. Отразив неоднократные атаки противника и нанеся ему значительные потери в этом бою дивизии, захвачены трофеи. Одно орудие, противотанковое орудие захватили, несколько пулеметов, мотоциклов и взятые пленные. Ну это разведрота постаралась. В том числе и офицера. Отмечая умелое руководство боем и смелые действия группы Колосова и 383-й стрелковой дивизии, приказываю объявить благодарность от военного совета фронта всему личному составу, участвующему в этих боях особо отличившихся бойцов и командиров, политоработников командира мотогруппы и командира 383-й стрелковой дивизии. Командир мотогруппы это разведрота, это капитан Филин, разведрота, представить в правительственной награде. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадронах и командах. Тем не менее, несмотря на всю благодарность, несмотря на апрельные успехи, фактически к 16 октября основной свой потенциал для оборонительных боев дивизия исчерпал. 17 октября немцы получают новые силы, которые прибывают в район Антоновки, Павловки, собственно говоря, известной, Хлебодаровки, прибывает моторизированное соединение. Скорее всего, это моторизированный батальон артполков 4-й дивизии. 17 октября, в целом, такое затишье, все стороны зализывают в потери провалов. Понимая, что уже боеприпасы для дивизионной артиллерии, для гаубичной артиллерии заканчиваются, местами уже на отдельных батальонных пунктах заканчиваются боеприпасы для стрелкового оружия, просит поддержки у командования 18-й армии. Справедливости ради, 18-я армия, во многом это и есть 383-я стрелковая дивизия. Чем-то масштабным колпакчим помочь 383-й стрелковой дивизии не может, поэтому отправляется в качестве помощи, во многом психологическая помощь в лице дивизиона «Катюш». Моральная поддержка. Дивизион «Катюш» с одним залпом. Но дивизион «Катюш» все-таки отработал довольно-таки удачно. В полдень в юго-западной Елизаветовке дивизион «Катюш» наносит удар по лесопосадке юго-западной Елизаветовке, где сосредоточился как раз моторизированный батальон артполка 4-й горно-герской дивизии, и побило, судя по всему, несколько десятков машин в разной степени, конечно, тяжести, но, тем не менее, все-таки успех определенный. И запланированные какие-то активности 17 октября немцы снимают и откладывают на следующий день. Это дает определенную, конечно, передышку, возможность пополнить хотя бы стрелковый боекомплект. Наступает следующий день, да, наступает 18 октября. Немцы традиционно атакуют в полдень, 13.00, на участке 696-го стрелкового полка, уже концентрировано, так и без легких сил, легкой пехоты, немцы по старинке, линейно-шаблонно, пользуясь численным преимуществом, всей мощью своих 50, по-моему, пушек, на тот момент находящихся, 30-мм, проламывает оборону 696-го стрелкового полка, и открывается дорога на Маринку. В сложившиеся ситуации в окружение попадают упорные пункты 694-го и 696-го стрелкового полка. Фактически в окружении находятся два батальона дивизии, но немцы не могут развить успех. Казавшиеся батальоны держатся на протяжении всех суток. Справедливости ради, да, потом окруженцы попадут массово в плен, как только закончатся боеприпасы. Будет ряд неприятных случаев с нарушением субординации, скажем так. Некрасивых эпизодов лейтенанта, командира взвода, убьют подчиненные на стрессе. И в целом события 18-го октября очень сильно подрывают моральный такой настрой в дивизии. Время этой серии, когда вот хороший политрук, это временами как геалектически, да, и хорошо, и плохо. Начнем с плохо, да. Корпяк действительно комиссар дивизии очень сильно перестарался с накачкой. Мы отстоим родной город, отстоим родной город, и тут оказывается до всех доходит, что отстоять родной город не получается. Так вот сразу проседание, плюс начинающийся уже вынужденный отход постепенной дивизии на следующий день будет происходить во многом справедливости ради организованно. Ну как организованно, да, в арьергарде, да, остается рота-батальон. Она гарантированно попадает в окружение, и люди будут по многому уже прорываться не к своим, а домой. В дальнейшем, ну, давайте чуть-то отложим про потери, когда будем говорить, да, эта ситуация там будет более интересная. 18 октября, да, дивизия начинает отходить в Сталина, да. Артпол, как я уже сказал раньше, не несет ни единой потери в пушках. Все-таки моторизация это хорошо, красиво уезжают, справедливости ради, без боеприпасов, потому что боеприпасы уже расстреляли. И пехотное подразделение организовано шаг за шагом, да, оставляя арьергарды, начинают отходить к Сталину. До Сталина доходит справедливости ради половина дивизии. Точнее, уже, окончательно, уходя за Сталина, между Сталина и Макеевкой, в районе современного ботанического сада дивизия начинает устраивать свой позит, свои новые оборонительные рубежи, 20-21 октября. Дивизия осталась половиной личного состава. Это не так плохо, учитывая... Да, но по меркам 41-го года... По меркам 41-го года 5 дней удерживать два корпуса, и после этого еще оставить половину личного состава, ну это... Мы имеем, да. Просто нужно понимать, в какой эпохе мы находимся, да, это сейчас, а, ужас, кошмар, ну тогда вот такая реальность. Не, ну справедливости ради, да, для свежесформированного подразделения, даже по нормативам не прошедшего, полный цикл изучения и сослаживания, зачастую, опять же, это свои рабочие коллективы, где, ну, свои несут потери, наших бьют, и это плохо как раз работает. В этом плане, вот, здесь как раз вот сработала проблема набора территориальных дивизий, да, в 41-м году, когда вот мы понабирали их, да, особенно вот с кавказскими, да, дивизиями, это вот особенно ярко чувствовалось. Ну и здесь это тоже проблема, да. То есть? То есть... Сформулирую четко. Да, попытаюсь более четко. Большие разовые потери в подобных соединениях, сформированных, да, изменяков, очень хорошо ощущаются, гораздо болезненнее, да, чем в, допустим, в батальонах, сформированных, в полках, сформированных из-за присоединения. То есть моральное состояние падает намного больше. Ну, потому что гибнут твои же люди, твои же друзья, знакомые, коллеги, теряются твои друзья, знакомые, коллеги, и это не совсем посторонние люди. Вот у этого, так сказать, обоеда острая. Палка, да, в двух концах, да. Ничего себе интересного. Вот, и опять же, рядом дом, да, люди попадают в тут локальное тактическое окружение, находятся, да, в подавленном состоянии, и зачастую не имея, опять же, хаос, стресс, люди возвращаются домой. Зачастую вот у нас потом, чуть позже уже, после, позе советское время, благодаря Жерохову, который откопал там один веселый документ, который я скажу чуть позже, ходили слухи о том, что массовое дезертирство, ну, это не дезертирство, ну, не поворачивается, у меня язык назвать это дезертирством, люди оказались в окружении. Выходя из окружения, выходить из окружения, непонятно куда, непонятно, дочем. На Западе было все то же самое, в смысле, я имею в виду, Белоруссия, то есть люди просто шли домой. Шли домой. Единственная понятная дорога, плюс, опять же, дом не абстрактно, где-то десятка километров, дом вот рядом. Да, и, собственно, мы, кстати говоря, разговаривали, когда люди бежали, перебегали к немцам, они очень часто перебегали не просто так, а потому что они хотели домой, именно бежали туда. Понимаешь, да, тут еще фактор перенакачки, вот победунством определенным, мы отстоим, мы гвардия труда, шахтер привилегированный класс, главный привилегированный, да, гвардия труда, и вот этот вот пафос сыграл, да, в негативную роль, в перенакачке. Тем не менее, с одной стороны, как мы говорим, да, что излишне хороший комиссар это плохо, с другой стороны, это и хорошо. По итогам боев с 14-го, да, по 19-е октября дивизия получает 26 красных звезд и красных сномен. Ого! Всего, по-моему, это личный состав дивизии? Да, личный состав был награжден. 82 всего военнослужащих были награждены, но это по меркам 41-го года много. И, как мы понимаем, награды, массовое награждение, вообще награждение во многом это работа политрука. И вот здесь Скорпяк, ну, большой молодец. То есть, опять же, массово, массово, массово. Говоря о потерях, да, возвращаясь, мы точно и знаем, да, о 541 достоверно погибшем, 499 раненых, 3048 пропавших без вести. Скорее всего, попавших в плен и погибших в опавших плен. Попавших в плен и ушедших домой, оторвавшихся, да, дивизии. Справедливости ради, да, эти потери дивизия довольно-таки быстро восполняет, потому что в Сталина три истребительных батальона, которые инициативный карпиак, инициативный провалов сразу включает в состав дивизии. При этом, справедливости ради, да, нужно отметить, что истребительные батальоны в Сталинской области были очень, относительно, ну, по меркам истребительных батальонов в Советении по стране, очень неплохо вооружены. Мосинки, даже по два пулемета, как бы стандарт. Местами, да, это все-таки ручные пулеметы, но местами и Максим, что как минимум так же хорошо. Да, большие потери в коллективном вооружении, много пулеметов станковых потеряли, много потеряли СВТшек, конечно. После боев в октября, количество СВТ в дивизии очень сильно-сильно-сильно падает, и уже в январе 42-го года там, по-моему, всего на дивизии порядка 180 СВТшек находятся. Но, тем не менее, они свое сыграли, стирать, плотность создавать, возможно, создать плотный огонь по немцам, оно имело место быть в этой серии. СВТ хорошее оружие в умелых руках. Первую, да, свою красную звезду получает, и вполне себе заслуженный Дмитрий Иванович Филин. Многие командиры дивизии получают повышение, фактически дивизия становится таким кадровым резервом и хребтом 18-й армии. Начальник штаба дивизии Петр Иванович Скачков получает повышение и получает в командование 399-ю стрелковую дивизию. Там ряд комбатов из дивизии переходят на полки в другие дивизии, и тем самым 18-я армия с помощью 383-й стрелковой дивизии и, в первую очередь, у командного состава среднего, высшего звена восполняет свои потери, которые она получила в окружении Подбердянска. И вот Колпакчи по многому за счет каннибаления 383-й стрелковой дивизии все-таки 18-ю армию возрождает из ничего. В дальнейшем дивизия начнет отступать уже из Сталина, она Чистякова. Почему не было, кстати говоря, таких вот боев именно городских в Сталинах? Хотя там же масса была крепких, хороших, свежепостроенных каменных зданий. Во-первых, они локализированы, нужно отметить, Донецк не очень нормальный город в том плане, что все нормальные города, они растут из центра на окраины Донецка, а Донецк наоборот, да, из окраин в центры. И эти крепкие каменные здания, хорошие постройки, в общем, хорошая каменная застройка началась в 20-х и 20-х годах, она не представляла из себя такой вот единый, да, конструктивный какой-то вот элемент, не представляла из себя такой единой до сети, островки, островки, островки посреди моря одноэтажной застройки. Ну, одноэтажной застройки сложно защищаться, собственно говоря, да. К примеру, там уже самого Сталинграда, мы как-то в одноэтажной застройке успешно повоевать, нам тоже побороняться не удалось, да. Да, вся оборона в итоге вышла на береговую линию, где, собственно, была каменная. Где старый город, да, и промышленная мощность, с одной стороны, да. С другой стороны, Сталина большой все-таки город, и сил для нормальной обороны его не было. Все-таки, ну, движется, да, на город группировка, так, там, 50-70 тысяч человек, и это все оборонять силами 5-8 активных штыков, ну, наверное, было очевидно, что невозможно. Во-вторых, во многом, собственно говоря, выдвижение западнее Сталина было связано не со стремлением защитить непосредственно город, сколько дать время на эвакуацию. В этот период из Сталина уезжает несколько десятков эвакогоспиталей, сформированных из донецких больниц, мединститута. Общая справедливости ради Донбасс дал очень много эвакогоспиталей для Красной Армии. Эвакуируется шахтное оборудование, все, что, ну, то есть, последние какие-то судорожные попытки эвакуации еще производятся. Справедливости ради два главных, наиболее ценных актива для оборонной промышленности Советского Союза это ДКЗХИ, Донецкий казенный завод химических изделий и Точмаш, нынешние, да, Точмаш и ДКЗХИ эвакуировали раньше примерно образцовым порядком, да. Донбасс давал очень много припасов и ключевых калибров артиллерийских. 76, 122, 152 и даже авиабомбы, да, разного калибра. А мы еще об этом поговорим. Об этом мы будем говорить отдельно. Провели это раньше, но тем не менее еще шахтное оборудование, еще в Сталина застряло оборудование из Новогорловского химического завода. Единственный в тот момент, по-моему, в Советском Союзе завода специализировано, ну ладно, исключительно производство Торокила. Кое-как пытается еще провести эвакуацию судорожно еще из ДНЗ. с документами Сталинского металлургического завода. В спешке эвакуируется Сталинский индустриальный институт. Это отдельная история, во многом семейная. И нужно выиграть время. И, собственно говоря, 383-я стрелковая дивизия во многом это время выиграла. И 5-4-5 дней они дорогого стоят. Спасибо, Владимир. В следующий раз с Владимиром Носковым мы будем разговаривать о народном хозяйстве как предвоенном, в эвакуации и последующем восстановлении региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова